Здравствуйте! Это программа в Центре Событий, в студии Анна Марченко. Коротко о главных темах. 500 участников, 16 регионов России, 9 стран в столице Югры проходит Международный форум гражданских инициатив. Информационные технологии. Все больше медучреждений в Сургуте подключаются к системе выдачи электронных больничных. И впервые в истории аэропорта нашего города годовой поток пассажиров превысил отметку в полтора миллиона человек. Инициативное бюджетирование, финансирование социальных проектов, новые соцтехнологии. В Ханты-Мансийске проходит второй Международный гуманитарный форум гражданских инициатив и регионов 60-й параллели. Около 500 участников из 16 субъектов России и нескольких стран приехали на мероприятие. Подробности у Дмитрия Круковца. Гражданские инициативы регионов 60-й параллели. В столице Югры собрались около 500 участников Второго Международного гуманитарного форума. Приехали на масштабные события и эксперты из 9 стран, в частности Франции, Португалии, Индии, Кореи. Главная цель, конечно, обмен опытом. Показатели нашего региона в части гражданских инициатив – одни из передовых. Судить об этом можно хотя бы по результатам второго конкурса на получение президентских грантов. В этом году мы повысили, очень сильно повысили свои показатели, так назовем это языком нашим. И в целом, по итогам двух президентских грантов, где-то выделено порядка 40 миллионов рублей. В нашем различном, сколько он, 55 проектов получили гранты. На общую сумму более 40 миллионов рублей. Ирина Токарева в Сургуте руководит двумя социальными проектами – Центром педагогической коррекции «Логаритм» и Центром инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье». Помещение на улице рабочие и предприиматель получила в безвозмездное пользование. В счастье ребята с расстройствами аутического спектра и ментальными нарушениями буквально учатся жить. Например, действовать в простых бытовых ситуациях. На сегодня теми силами, которыми мы могли справиться, это было около 15, ну не более 20 ребятишек. Таким образом, когда сейчас мы выигрываем грант, мы уже сможем расшириться до 100 детей, потому что можно будет делать интенсивы наконец-таки. То есть можно будет делать то, что мы себе позволить не могли. В рамках форума запланирована работа 12 площадок. Участники и эксперты обсудят социальные технологии, инициативное бюджетирование, привлечение финансирования в социальные проекты, дипломатию. Специалисты из других стран презентуют опыт своих государств в этих вопросах. Впрочем, международное сотрудничество только форумом не ограничится. Сотрудничество межрегиональное, международное, оно у нас в перспективе в течение всей работы. И нам очень радостно, что мы можем принимать наших экспертов, наших коллег, и все самое лучшее еще привносить. И у Югры огромнейший потенциал. И благодаря нашему губернатору, который активно откликается на все инициативы от наших граждан, и наши инициативы наших органов власти, потому что стоит отметить органы власти, которые активно все внедряют в то, что сейчас только принимается решение на федеральном уровне. Организаторы второго международного гуманитарного форума, правительство Югры и Центр открытый регион, он, кстати, Хантамансис, впервые собрал представителей регионов, входящих в систему открытых регионов России. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сургут, Интерновости. На защите прав потребителей в этом году югорчане отметили повышение уровня качества связи, розничной торговли, а также дошкольного и дополнительного образования. Вместе с тем, результаты соответствующего соцопроса демонстрируют, что население региона не очень довольно услугами в части здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорили в правительстве округа на заседании Координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей. Его провела губернатор Наталья Комарова. Чтобы предупредить нарушения и расширить информационно-просветительскую работу в этой сфере, в Югре создали специальный консультативный совет. Он работает при региональном Роспотребнадзоре. В числе федеральных и региональных приоритетов в сфере защиты прав потребителей, поддержка общественных объединений с этой целью, при управлении Федеральной службой по надзору создан консультативный совет. Эта структура, этот институт поможет нам в организации этой работы в регионе. В Сургуте растет количество выданных электронных больничных. К виртуальной системе выписки листов нетрудоспособности подключается все больше лечебных учреждений. По словам специалистов, инновации полностью исключают возможность подделки больничных. Дмитрий Подлесной продолжит тему. Восприятие любого человека больничный лист ассоциируется с волокитой, очередями и препятствиями. Внедрение электронной системы оборота листов нетрудоспособности должно было решить эту проблему. И, к слову, это удалось. В Сургуте новый механизм заработал в полную мощь в июле. Врачи уже рапортуют о преимуществах. Уходя из кабинета, пациент не возвращается ни в один другой кабинет лечебного учреждения. То есть ему не нужно ставить дополнительную печать, ему не нужно ставить дополнительные росписи. Ни председателя врачебной комиссии, ни соответственного врача. К новой системе подключили все лечебные учреждения Сургута. За четыре месяца в городе выдали порядка 200 электронных больничных. Однако пока масштабы новой системы ограничены количеством внедренных в процесс работодателей. Все участники были, скажем так, участниками электронного взаимодействия. То есть больница должна быть участником электронного взаимодействия. И страхователь-работодатель. Работодатель должен быть готов принять электронный листок нетрудоспособности. От работодателя не требуется никаких вложений. Необходимо просто подписать соглашение с фондом социального страхования. По мнению экспертов, система электронных больничных – это неизбежное благо, переход на которое прописан федеральным законодательством. К тому же виртуальный листок нетрудоспособности предостерегает от подделок, которые наказываются по уголовному законодательству. Дмитрий Подлесной, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Между тем, количество фальшивых больничных в Сургуте сократилось в четыре раза. Об этом свидетельствует сравнительный анализ статистики 2016 и нынешнего годов. Так, за 10 месяцев 2017 в нашем городе выявлено всего три поддельных листа нетрудоспособности. Годом ранее специалисты зафиксировали 12 фальшивок. Напомню, что тогда было заведено шесть уголовных дел по данным фактам, причем в отношении людей, которые пытались воспользоваться ненастоящим больничным листом. То лицо, которое хочет, предоставив больничный лист такой поддельный, естественно, он в больнице его не может получить, потому что он не болел, прогулял работу. И хочет избежать, так скажем, дисциплинарного наказания со стороны работодателя в виде увольнения. Ну, тем самым, при выявлении такого случая, он попадает не то что под дисциплинарное наказание, но даже под уголовное. Подразумевает наказание в виде штрафа от 3000 рублей, либо лишение свободы, исправительной работы сроком до 9 месяцев. Одним из самых низких в УРФО продолжает оставаться уровень безработицы в Югре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем на 15% отмечено снижение количества тех, кто нетрудоустроен. Власти региона отметили положительную динамику в пяти муниципалитетах округа. Покачах, Нягани, Ханты-Мансийском, Октябрьском и Нефтьюганском районах. В Департаменте труда и занятости автономии рассказали, что со всеми, кто обращается в профильные центры на местах, проводится плотная работа. По ее итогам, кто-то устраивается по специальности, кто-то переобучается. Некоторые югорчане готовятся к открытию своего бизнеса. У нас продолжается реализация региональной государственной программы содействия занятости населения с целью снижения напряженности на рынке труда. С начала 2017 года было устроено по программе более 25 тысяч человек. Эту работу необходимо продолжить, в том числе и путем организации общественных работ, особенно вот сейчас. В аэропорту Сургута впервые за всю историю зафиксирован полуторамиллионный пассажир. Произошло это при регистрации на рейс авиакомпании ЮТЕР в Санкт-Петербург. Счастливый посадочный билет достался жительнице северной столицы Арине Черных. Представители воздушной гавани вручили юбилейному пассажиру планшет и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале Сургутского аэропорта. Авиакомпания ЮТЕР тоже не осталась в стороне, презентовав полуторамиллионному пассажиру подарок и от себя. Буквально за пять минут до того, как мы шли, мы узнали об этой акции. Я говорю, сейчас я буду полуторамиллионным посетителем. Когда сказали, что я стала полуторамиллионным посетителем, для меня было очень неожиданно. Прям восторг, конечно же, эмоции. Я никогда не попадала в такие акции. И вообще думала, что мне никогда в жизни не может так повезти. Впервые годовой пассажиропоток аэропорта нашего города превысил полуторамиллионную отметку. Ранее пиком для гавани был 2016-й, когда обслужили 1 миллион и 489 тысяч пассажиров. Для воздушной гавани это не только большой успех и значимый рубеж, но и стимул для дальнейшего развития. Рекордный показатель во многом был достигнут в результате сотрудничества с авиакомпаниями-партнерами по развитию маршрутной сети, увеличение частоты выполняемых рейсов и количество трансферных пассажиров. Мы очень дорожим нашей географией полетов. Поэтому мы всегда за открытие не 8, 9, 10 рейса на Москву, а за появление каких-то таких дополнительных рейсов, как, например, Краснодар, Минводы, Сочи. У нас хорошая география была этим летом. Несколько компаний летали в Сочи, в Симферополь. И мы ожидаем в следующей летней программе, сейчас заявки идут. Как открыть индивидуальный инвестиционный счет и приумножить капитал? Семинар с таким названием впервые пройдет в Сургуте. Посетив мероприятие, вы узнаете, в чем состоит уникальность этого продукта и как получать ежегодно налоговый вычет до 52 тысяч рублей, открыв счет в Сургутнефтегазбанке. Специалисты банка расскажут, в какие ценные бумаги можно инвестировать свой капитал, чтобы получить желаемую доходность. Семинар пройдет 2 декабря по адресу Бульвар Свободы-2. Предварительная запись по телефонам 39 83 85 и 39 83 86. Мы расскажем, каким образом осуществляется возврат МДФЛ, как более удобно для клиента и оптимально разместить денежные средства, какие варианты открытия ИС у нас существует в нашем банке. Полностью всю информацию мы развернем на данном семинаре. Единый календарный план соревнований Югры синхронизировали с графиками состязаний муниципалитетов. Об этом журналистам рассказал Игорь Губкин, руководитель Департамента физической культуры и спорта округа. Глава ведомства отметил, что в 2018-м средств из казны региона в полном объеме хватит на то, чтобы оплатить все турниры, которые внесены в документы. Таким образом, дополнительная плата родителей исключена. Также это поможет спланировать бюджет соревнований заранее. Любой родитель, любой человек со стороны мог увидеть этот план, который размещен на информационных ресурсах муниципалитетов, департаментах физкультуры и спорта, и понять, что это мероприятие есть, оно обеспечено финансированием и будет обеспечено, помимо всего прочего, комплексной безопасностью. Команды из Сургута, Нягани, Нижневартовска и Белоярского района открыли зимний сезон. В Сургутском районе проходят окружные соревнования по спортивному ориентированию. Виктория Дрягина побывала на состязаниях. Марсель Бектемира в соревнованиях по зимнему ориентированию участвовала во второй раз. Стоит мальчик на лыжах уверенно, потому что заниматься начал по сути, как только пошел. Марсель рассказал, что в семье игра по поиску клада по карте – самая любимая. Когда у меня было еще три годика, мне тогда первый раз поставили на лыжи. Тогда еще я компьютерничал, но потом я привык. И теперь я катаюсь на лыжах, очень хорошо. Марсель на этих соревнованиях самый юный участник. Ему только семь. Но каждый, кто вышел на трассу в этот день от мал до велика, четко знал тонкости этого вида спорта. Если сломались мыжи, лучше снять и подойти к старту опять. Главное не торопиться, не упасть, не сломать ногу, не сломать лыжи и не кататься в больших горах, чтобы не упасть. Ехать быстро и правильно, но при этом сильно не ускоряться, чтобы не запутаться и следить за картой. В чемпионате первенстве по спортивному ориентированию участвовали югорчане от 7 до 18 лет. Привлекать к нему тренера начинают с младшего возраста. Стат первым делом учит ходить на лыжах и читать карту. Спортсменов можно набирать уже 6 лет. В первую очередь делать упор на развитие мышления, умение принимать решения самостоятельно. А также форму выбирать игровые, для того, чтобы спортсмену было интересно. И в дальнейшем он мог желанием заниматься и находить для себя что-то новое. С каждым разом все выше и выше повышать свое мастерство. Особенность состязаний состоит в том, что участники при помощи карты и компаса должны пройти неизвестные им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. На этой дистанции у участников 6 контрольных точек. Все они нанесены на специальную карту, по которым и ориентируются участники. Для того, чтобы засчитали им этот пункт, необходимо воспользоваться специальным чипом. Ну вот, мой пункт защита. Спортсмены будут состязаться три дня. В соревнованиях участвуют около 50 лыжников из Сургута, Нягани, Нижневартовской и Белоярского района. В первый день чемпионата им необходимо было пройти три километра дистанции. Но даже на таком небольшом отрезке участников поджидали трудности. На одном КП я не на ту дорожку свернула. Пришлось объезжать с другой стороны. Там ноги КП. Да, время много потеряла еще. Итоги чемпионата Югры по спортивному ориентированию подведут 30 ноября. Виктория Дрягина, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Завершит выпуск коммерческая информация. У меня на этом все. До встречи. Впервые в Сургуте презентация спортивно-культурного комплекса «Галактика». Приглашаем к сотрудничеству представителей городообразующих и коммерческих организаций, а также всех югорчан с активной жизненной позицией. Ждем вас 8 декабря в 14.00. Библиотека имени Пушкина. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. Приглашаем вас в кафе «Батьки» в Скахата. Дни рождения, свадьбы, юбилеи и просто семейный праздник. Здесь бережно хранят лучшие традиции украинского гостеприимства и создают атмосферу уюта и тепла. Накормят по-домашнему, подарят хорошее настроение. Ласка вопросов в кафе «Батьки» в Скахата. Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет surguttor.ru. Торт от компании «Вега» – это «Золотой ключик» к вашему празднику. Проспект Ленина, 66,2. Торговая марка «Ринго» представляет изысканные украшения для настоящих ценителей ювелирной моды. Коллекции восхитительны и неповторимы. Блеск бриллиантов и искусная работа завораживают. Выбирайте лучшее для своих любимых. Ювелирный салон «Ринго». Шкатулка фамильных драгоценностей. Наша жизнь – удовольствие не из дешевых. Высокие коммунальные платежи – тому ежемесячное подтверждение. Но вас это не касается, если вы живете в современном теплоэнергоэффективном доме от компании «Сипромстрой». Выгодный «Сипромстрой». Живи с комфортом и с умом. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек. А также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3, 2, телефон 377-877. Здравствуйте! Информация о погоде на 30 ноября. В студии Арина Белявская. Погоду в большей части Западной Сибири формирует северная периферия антициклона. Вероятность осадков в регионе минимальная, а температурный фон по-прежнему высокий. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха минус 6, минус 11. Подарочный сертификат магазина «Домашний погребок. Удачный выбор». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление состоит в 772 миллиметра ртутного столба. Любишь кататься? Давай парковаться! Четырехуровневый паркинг для всех твоих машин по суперцене уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть ваши планы сбудутся и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Карапуза